архангел татьяна пишет занимайтесь бизнесом и об этом делайте ролики не не опуская политических факторов влияющих на ваше занятие бизнесом это в ответ на мое такое обращение нужны ли мои ролики вот уже 60 человек почти ответили что давай давай продолжай ну с удовольствием буду продолжать раз такое мнение а бизнес не любит суеты не любит публичности понимаете на стадии формирования проекта на стадии реализации уже проекта публичность нужна более того эффективность бизнеса зависит от вложений в рекламу сейчас несколько проектов мы рассматриваем с разными моими там друзьями знакомыми и в каждом случае бизнес план предусматривает расходы на рекламу некоторых случаях то в одном случае собственно вложение в формирование бизнес структуры микроскопические расходы рекламные огромные вот там соотношения там такое там 100 тысяч долларов это собственно все там и бизнес-планы и инфраструктура ну такие первоначальные вложения и миллионы долларов реклама вот есть другие проекты где это примерно там поровну вот есть проекты где реклама но в принципе не нужна она является автоматическим следствием работы хорошей работы вот и реклама самая эффективная при этом из вас возникает используется такое сарафанная радио то есть вы захватываете группу клиентов и они начинают сами вас рекламировать распространять информацию о том как это здорово как это дешево как это интересно и эффективно в соединенных штатах ну нету этой связи как в россии сейчас когда политика и бизнеса политики и бизнеса в россии но в принципе сейчас невозможен бизнес без политики в том смысле что бизнес возможен только в форме протекционистского то есть вот возникают какие-то чиновники которые заинтересованы в том чтобы развивалась компания они ее поддерживают они выделяют там бюджетные средства они ставят компанию в эксклюзивное положение по налогам по возможностям функционирования и тогда компания живет выживает но это не бизнес это отсутствие конкуренции это использование ситуации отсутствия конкуренции в нормальном бизнесе так бывает что вы вдруг оказываетесь на короткое время вне конкуренции вот хороший пример биржа российская биржа мы первые ее сделали и в течение года она была вне конкуренции то есть других бирж не было или были но очень примитивные и поэтому развивался очень быстро и там через два или два с половиной года оборот был два миллиарда долларов в день вот а у всех конкурентов вместе взятых там может быть одна десятая часть этого вот это очень хорошо так бывает когда вы что-то новенькое изобретаете и попадаете в ситуацию когда ну нету конкурентов вы защищены лицензиями такой проект есть один сейчас я его так сказать продвигаю обсуждаю с партнерами будущими из нью-йорка вот они считают сколько они могут вложить хотят ли они вложить какие риски вот ну может быть стартуем этот проект со временем значит а здесь нету этого нету то есть но есть но в значительно меньшей степени вот этой связки протекционистской понятно что мусором занимаются компании которые поставлены в эксклюзивные условия там мусором в городах вот и как следствие эти компании иногда связаны с криминалом строительный бизнес сложные распределение подрядов где есть распределение подрядов где есть чиновники где нет такой полной открытой конкуренции это становится предметом протекционизма вот и здесь есть конечно такая связь политики и бизнеса но очень опасно потому что криминально потому что довольно часто это раскрывается и вот сегодняшняя ситуация с сыном байдена который стал президентом или вошел в совет директоров получал зарплату 50 тысяч долларов этой украинской компании или как говорят я не знаю там сын пелоси нэнси пелоси тоже замечен в каком-то протекционистском бизнесе это все очень плохо кончается расследованиями отставками уходом людей из политики вот я с удовольствием буду рассказывать о проектах но чуть позже когда они там сколько-нибудь продвинутся я сейчас в таком неопределенном статусе здесь соединенных штатах у меня нету значит вот этой зеленой карты green card мое заявление рассматривается у меня нету social security number необходимо у меня нет разрешения на работу в одном случае вот проект не может стартовать потому что мне хотят платить зарплату официально а это можно будет тогда когда появится social security number и разрешение на работу вот пока этого нет ну хорошо не надо работать я бездельничаю худею потому что денег мало вот делаю это с удовольствием могу получить больше денег но не хочу вот занимаюсь английским у меня восемь учителей в трех колледжах бесплатные курсы а здесь они называются нон кредит классы вот то есть на них не надо кредиты брать вот так что со временем начну рассказывать есть интересные очень интересные проекты но они должны продвинуться оформиться во всяком случае и продвинуться все видео и в этом к